Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В честь 175-летия со дня рождения знаменитого русского художника Василия Верещагина Приморская государственная картинная галерея приглашает на выставку Василий Верещагин «Лики Азии». Там представлено около двух десятков экспонатов из четырех музеев и частных коллекций России. Начало в 17.00, стоимость билетов от 100 до 200 рублей. На историческую хронику в двух действиях «Стена» по роману Владимира Мединского приглашает театр имени Максима Горького. Действие спектакля происходит в России в смутное время с его стихийными бедствиями, интервенцией, тяжелейшим государственным и политическим и экономическим кризисом. Благодаря этой постановке современный зритель не сможет не осознать, что любовь к истории Отечества – это верный путь к самопознанию. Режиссер Ефим Звенятский, начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. С 1 по 8 апреля 2018 года в Дальневосточном государственном институте искусств проходил юбилейный 10-й международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей. По традиции победители конкурса выступят на сцене Приморской краевой филармонии в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра. Дирижер – заслуженный артист России Анатолий Смирнов. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 600 рублей. Одноактный балет Кармен Сюита «Блудный сын» дадут на Приморской сцене Мариинского театра. Впервые Кармен Сюита была поставлена в Москве в апреле 1967 года кубинским хореографом Альберто Алонсо для Майи Плесецкой по ее просьбе и по его горячему желанию. Музыку для балета, транскрипцию Великой оперы Безе написал Родион Щедрин. Начало в 19.00, стоимость билетов от 400 до 3000 рублей. 20-й пасхальный галоконцерт органной и хоровой музыки состоится в соборе Пресвятой Богородицы. В этом году представят один из шедевров итальянского барокко «Глория» великого Антонио Вивальди, который зазвучит под сводами действующего собора. Хор, камерный оркестр и орган создают неповторимую атмосферу светлой радости и положительной энергии, переданную великим итальянцам. Начало в 19.00, стоимость билетов от 400 до 1000 рублей. Литературный стендап «Кот Бродского», акустический концерт преподавателя ДВФУ Максима Жука и множество лекций о литературе. Уже в пятый раз Владивосток присоединится к всероссийской акции «Библионочь». На этот раз библиотеки нашего города выбрали перемены в обход основной темы этого года. В том числе и потому, что каждая лекция и встреча так или иначе соприкоснется с темой изменений в городе, в жизни, в сердце. Начало в 11.00, вход свободный. Концерт-спектакль «Тишина в тишине» или «Ежик в тумане» – музыкальное занятие из цикла «Музыка песчаных сказок для детей от 4 до 8 лет» состоится в Мариинском театре. Начало в 12.00 и в 15.00. Стоимость билетов от 100 до 600 рублей. Ежегодный весенний велопарад «Веловесна» пройдет на улицах Владивостока. Организаторы уверяют, велосипед – один из лучших инструментов для решения ряда городских проблем. Присоединяйтесь, если вы разделяете эту идею или просто хотите проехать с ветерком по улицам весеннего города. Начало в 12.00. Сбор на верхней станции фуникулера на улице Оксаковской. Участие в велопараде бесплатное. На познавательную программу «Волшебный фонарь» приглашает дом чиновника Суханова. Век компьютеров, сотовых телефонов, 3D-телевизоров, интерактивных игрушек. Организаторы предлагают детям просмотр диафильмов с любимыми сказками, рисование любимых сказочных героев под музыкальное сопровождение, чтение и инсценировку прочитанной сказки. Начало в 12.00. Стоимость билетов 200 рублей. Семинар фудфотография состоится в Приморском краевом центре народной культуры. Участники овладеют основами съемки еды в естественном освещении, а также с ними поделятся и некоторыми секретами работы с клиентами. Начало в 12.30. Стоимость билетов 300 рублей. Гала-концерт конкурса любительских хоровых коллективов «Поющий океан» пройдет на сцене Приморского краевого колледжа искусств. Участие в нем примут лучшие хоровые коллективы, отобранные компетентным жюри в рамках конкурсного осмотра. А также состоится торжественное награждение победителей и вручение дипломов. Начало в 19.00. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.